Итак, дорогие друзья, дальше давайте определяться, как мы будем работать с C++. Итак, две рекомендации сразу. По ходу прохождения курса, кроме документации, смотрите любые видео, читайте любые книги. В общем, все, что вы посчитаете, что вам нужно, делайте. Кроме, что я не рекомендую делать, обходить документацию и исходный код. Помните, что ваша цель. Да, вы можете дочитать, да, вы можете там где-то посмотреть, но 90% времени вы находитесь со мной в документации. Успех гарантирован. Сейчас нам с вами надо хотя бы прошвырнуться. Итак, набираем. Солидите. Исходный код. Набираем в поиске и находим на гид. Язык программирования солидный. Именно с него мы будем черпать вдохновение. Документации море. Открываем документацию Microsoft. Прекрасная документация. На все случаи жизни. Что еще надо для полного счастья? Но давайте не будем запутываться. Итак, первым делом нам надо составить какой-то план. Мы закончили на том, что мы будем... Курс мы делаем для того, чтобы разбираться в других языках. Правильно? Работаем с исходным кодом, с документацией. Первым делом давайте, ребята, ответим на вопрос. Ведь здесь есть ребята, которые вообще с языком не сталкивались. Можно им проходить? Можно. Но только я рекомендую бегом в школу. Открываете, кроме этого, чтобы понимать, чтобы был эффект. Открываете раздел с нуля. И погнали изучать функции Python. Ребята, функции Python у вас точно получится изучить. Тем более я буду проводить примеры. Потому что именно, смотрите, надо ведь чего-то править. Понимаете? Это не чтение книги. Я ради интереса скачал книги, которые не видел. Ну вот скачал, да? Так по нему самоучитель. Неужели здесь можно чему-то научиться, кроме того, что прочитать? Нет. Да, я согласен с авторами, что нельзя идеально все сделать. Ребят, вы знаете, у меня есть один плюс. Я 14 лет занимаюсь программированием. И первый язык мой был C. Поэтому я буду исходить из системы, которую я применяю в школе. В школе. Так, а где это все делается? В школе. В Python Django. То есть основа берется профессиональный код, исходный код, работа с документацией. Итак, ладно, погнали. Первым делом давайте-ка мы с вами наберем, ответим на вопрос, что же можно писать на C++. Я вас уверяю, даже Django приложение можно писать. Правда. Это правда. Наберем авиазомы C++ и прошвырнемся. Пожалуйста. Давайте посмотрим, да, сначала. То есть, что можно писать. Погнали. Стандартная библиотека, она нам понадобится сейчас. Итак, фреймворки много, да? То есть, куча фреймворков. Дальше поехали. Искусственный интеллект. Да, много всего. Получается, можно. А сюда, если, ребята, добавить Python к C++ в связке. Ребят, это горючая смесь. Это получится что-то в виде тога, да, от Russell Kate'а магия. Виджеты сами написаны на C++, а привязки на Python. И быстро работает, и программировать кайф. Ну и работа для программистов. Поехали. Асинхронные события, аудио, биология, битарент, химия, командная строка, сжатие, параллельное выполнение. Сейчас, конфигурация. Сейчас Жанга даже покажу. Контейнеры, файлы, базы данных, визуализация данных. Это то, что можно делать на Matplot.rip, но только здесь все то же самое, только на C++. Отладка, документация, ну это просто игровые движки, графические интерфейсы, ну их тут вообще целая куча, графика, обработка изображений, перевод, межпроцессорное взаимодействие, JSON, машинное обучение, математика, выделение памяти. Уже есть куча, не надо думать, есть куча библиотек, ребята, которые просто уже настолько оточены, что вам не надо об этом будет думать. Просто взяли библиотеку, но мы разберемся с указателями и применяйте. То есть всегда выберите несколько вещей, мультимедиа, сетевое программирование. В общем-то без работы вы точно не останетесь. ПДФ, физика, отражение, робототехника, научные вычисления, сценарии, сериализация, сортировка, виртуальные машины, веб-приложения. Ребята, а что вы удивляетесь? Django тоже здесь есть. Qdjango. Веб-фреймворк написан на C++, построен на основе библиотека Т, там, где оно возможно, пытаясь следовать API Django, отсюда название. То есть можно писать, на самом деле, на C++ и веб-приложения, и все, и браузеры, и все, что угодно. Ребят, просто я надеюсь, что вопрос у новичков отвалился, да? Теперь как со всем этим быть? Всего много, но просто по-разному называются классы, да? И разные цели. Но есть что? Есть ядро языка. Оно всегда не очень большое, но, по крайней мере, его можно изучить. Дальше определенное усилие затратить на определенную библиотеку и писать чего угодно. Итак, но для того, чтобы нам начать двигаться, а я учитываю, сейчас пойду с тем расчетом, что могут быть и новички, поэтому открываем код солидности, открываем код солидности, и давайте смотреть. Я вам честно скажу, я на нем не сидел долго, да? Я недавно для себя понял, меня интересует солидность, и, надеюсь, вам интересно, как писать языки, по крайней мере, давайте вот это и возьмем. Итак, для начала открываем первую попавшуюся библиотеку. Видим CPP, да? То есть расширение файлов. Видим второе расширение, H. Итак, дальше не пойдем, давайте разбираться сначала с этим. Любую библиотеку вы откроете, эти два типа файлов вы увидите. Ну что ж, погнали. Ответить на вопрос такой, как же мы будем писать? Вы знаете, ребят, но самый простой способ это установить WS Studio Code. Кто на Windows, конечно, я бы рекомендовал Linux, это однозначно, потому что программировать надо на Linux. Сейчас я посмотрю, где там, чего мои делись. Где там, чего я хотел открыть. Ага, вот оно. Значит, что вам надо сделать? Устанавливаете WS Studio Code, да? Далее, ничего не надо ставить. Создаете любой пустой файл с расширением .cpp. WS Studio Code вам самим, сама предложит установить расширение C++ от Microsoft. Второе, я уже это не буду делать, но думаю, сами разберетесь. Открываем поисковик. Нам надо справка, для Linux я покажу еще проще. Справка WS Studio Code. Набираете WS Code RUN C++. И обязательно вы найдете справку. Сложного здесь ничего нет. Пока вам не надо лезть там в отладку, там хотя сложного ничего нет. Но принцип здесь такой. Так, так как нам надо все-таки разобраться с этим файлом, да, то мы с вами сейчас отвечаем на такой вопрос. Вместе с этим, вместе с этим, давайте сейчас я тут, я немного ставил совсем. Я наберу C++. И вот вы посмотрите расширение, которое установил. То есть, смотрим, да, сразу смотрим. C++ значок, видите, да. Так, это интервьюш, но она зачеркнута. Так, оно не поставлено. Дальше. C++ extension pack, да, pack. То есть, для отладок. Здесь я не ставил. Это тема, это не то. Дальше. RUN коды можно, да, должно появиться. Сейчас покажу. Дальше. Коды RUNer. Что не надо потом удалить и попробуйте, да. И с тестами, и с всем. Иными словами, должно получиться в конце так. Так, когда вы... Сейчас мы напишем сначала простой код, но нам надо с файлами разобраться, чтобы где-то писать. Поэтому идите, занимайтесь средой. Вот здесь появится у вас галочка, и по сути дела нажимаете и собираете, да. Все, вот отработал код. Но вначале, давайте сразу перейдем. Значит, для пользователей Linux вообще проще. Можно вообще вначале ничего не ставить. Просто создаете директорию. Заходите, создаете директорию. Допустим, C++. Вот я создал директорию. 1C++. Теперь, смотрите. Вот у меня есть файл. Это я для вас готовил. Допустим, сейчас мы напишем. Mine.cpp. Так, я тут попроще еще код пока нам... Так, это посложнее. Вот, hello world. Здесь попроще. То есть, создали файл с расширением C++. Далее. Открываем его в командной строке. В Linux установлен код C++. Он компилируется. Это язык со статической типизацией. То есть, сначала надо скомпилировать, потом показать. Возможно, в S-студии там другой компилятор. Но здесь установлен G++ в Linux. То есть, G++. Чтоб легче было выведить себе файлы ваши. Мы, по-моему, там blank2.cpp. То есть, что мы делаем? Указываем компилятор G++. Далее у нас идет название выходного файла. Но пусть будет в Вася. Ну, чтобы было отлично от других. Вася. И далее берем blank2.cpp. И чего у нас не хватает? Флажика. То есть, терею буквочка О. Смотрим. Нет такого файла. Что-то сделали не так. Давайте разбираться. Давайте теперь попробуем переставить по-другому. Я это специально делаю. Давайте попробуем. Вот он нам показал. Мессинг фейл нейм автор. Теперь мы сразу, вот я, когда буду вспоминать, будем дописывать. Будем доописывать. Итак. Идем по моему методу от исключений. То есть, идем от исключений. Изучение языка идет от исключений. Потому что именно исключение нас учит ориентироваться в языке. Я сразу ставлю кол с минусом в школе. Если человек присылает файл, и там все правильно. Это значит, человек просто выбросил время. Должно все красное быть от исключений. Поэтому всегда, когда я говорю изучать функции Python, надо, я говорю, три вещи или любого другого языка. Это параметры функций. Второе, вызов функции. Третье, исключения, связанные с параметром. Их не так много, но они самые частые. Потом, идем от исключений. То есть, я буду при вас дописывать. Да, то есть, чтобы это было проще и понятнее. Давайте попробуем флаг поставить в начале. А, может я за... Так, все сработало. ls. Теперь делаем выводы. В отличие от Java, где класс должен называться как файл, мы видим, что в C++ название выходного файла не имеет значения. Вот наша Вася появилась. Ставим точечку. Ставим и выводим наш файл. Вася. Enter. Вот Hello World вывелось. То есть, уже мы можем работать. Дальше мы разберем, как работать с несколькими файлами. Иными словами, где-то я сохранил ссылку, видел хлопец, поработал. Это библиотека... Так. Сейчас, секунду, ребят. Вот, дам файл. Почитайте. Вот этот... А, это GSS. Это немножко другое. Ага. Хорошо. Прежде чем мы должны все-таки разобраться с файлом H, но я хотел, надо же как-то писать. Набирайте. Эта библиотека будет ГНУ свободная. Да? G++. Help. Я думаю, что мы выйдем на... Посмотрим. Наберите хотя бы. Вот G++. Версион ретро-мкода. Далее. Поехали. Флаги. Да? То есть, мы нашли. Смотрим. Файл. Вот, пожалуйста, наш О, который мы вводили. Вот. Ну, дам вот эту ссылку. Да? Даже возьмете, что это поместить вывод. Да? Иными словами, указывая О, мы указываем файл, выходной файл. Ребят, теперь еще раз повторяю. Обратите внимание. Это я обращаю внимание для новичков. Я сейчас вот это вам даю, да, чтобы вы не лазили. Это для линексоидов. Ну, можно, конечно, и в студии кодов. Я сейчас проговорю. Мы столкнемся с разными. Компиляторов для C++ много. Просто, ну, кому что ляжет на душу. Тут я показал самое простое. Есть более современные, есть менее современные. Так, вообще, что мне надо? Справку было это вам дать. Так, себе сохраню. Погнали дальше. Итак, минимально, минимально вы должны справиться с кодом. Ну, ребята, школа, ну, должно получиться. Я для школы делаю, в первую очередь, занятия. Посмотрели. Да, сложного ничего нет. Много, в общем, все, погнали дальше. Теперь нас интересует все-таки, вернемся к тому. К Solidity. Файл H. Ой, закончу еще предыдущую мысль. Открою вот этот файл наш. Blank 2, CPP. Ну, откроем Sublime. Обратите внимание. C++ всегда будет, должна быть точка входа. Иными словами, компилятор, он тупой. Он знает одно слово. Mine. Вот когда он увидит это слово, он скажет. Ура, ура, я рад теперь, что я могу собрать программу. Все. Если он не увидит этот файл, он не будет работать. Давайте-ка попробуем сейчас запустить. Давайте этот вопрос, чтобы... Mine 2. То есть, перепутаем ему все. И теперь попробуем запустить. Нам надо, важно, что понять, что будет за исключение. Иными словами, командная строка. А, мы Вася последний. Ладно, давайте скопируем. Смотрите. Все отлично. И запоминаем исключение. Работаем через исключение. Ребят, смотрите. Функции стар, да, я тупой. Ни хрена не могу найти, говорит. Те, где неопределенная ссылка на Mine. То есть, все четко написано. Я не могу найти файл Mine. Иными словами, точку входа я не могу найти. Посему? Запоминаем. После этого открываем. Все проделываем. Все ручками по клавиатуре. Должны километрики намотать. Ничего не должно происходить, что вы прочитали. А, понятно. Это, ребята, время выброшенное. Только то, что вы делаете ручками с исключениями, то будет работать. Итак, сохраняем. Вводим команду. Все, окей, отработало. Давайте еще тут все-таки. Пока мы и к этому придем, убираем. Убираем вот эту ссылочку. Все. Сохранили. Ctrl-C. Вводим. Повторяем. Ап. Все. Все четко понятно. Смотрите. Ну все же считается. Include. Мы позже разберем, что это такое. Donald. Name. Tip. Не определен тип. Имя. Да? Не понимаю. Это уже следующее будет видео за этим. Все пока. То есть поняли. Принципиально работаем с исключениями. Что принципиально? Да. Для новичков. Комментарии вот так. Ума много не надо. Две косых черты. И пиши разную хрень. Все. Все стерпит. Давайте попробуем написать тут. То есть пробуем. Да? Стерпит, не стерпит. То есть все. Control S. Все. Зашли. Все. Стерпел. Все. Молодец. Ты хороший парень. Но надо смотреть, где в коде профессиональном делают комментарии. Я сейчас просто это показал. Да? Что все надо проверять. Итак. На этом этапе что надо было вынести до этого? Да? Мы дойдем сейчас дальше. Было вынести, что все изучается через исключения. Надеюсь, запомнили. Сложно сказал? Нет. Про Майн запомнили? Ну, тупой он. Понимаете? Ну, все. Как увидел Майн? Ура, ура! Я еду там в Петроград или как там есть пословица. А он говорит, я теперь соберу программу. Я не тупой. Я соберу. Я знаю слово одно. Майн. 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 Ни хрена ты больше не знаешь. Я только знаю. Ну, вот. Ну, в общем, поняли. Ничего здесь сложного нет. Итак. Поехали дальше. Я нашел для вас. Сейчас мы проделаем. Там умно написано. У нас же есть справка. Мы не будем пользоваться. Мы увидели файлы H. И все, ребят. Там все написано. Это написано для самых тупых. А самый тупой кто? Бовсуновский. Да? Поэтому у вас всех получится точно. Итак, ребята. Вводим в поиски c++.h. И находим сразу справку. Файл заголовка в c++. Мы сейчас проделаем. Потом вы прочитаете. Итак. Нам надо что здесь понять. Читаем здесь. Но нас интересует сам пример. Мы, в конце концов, напишем. Должны написать какой-то первый код. Итак. Значит, пропишем чуть попозже. Сейчас давайте разберем, что это значит. Нам надо этим орудовать будет. Итак. Пока смотрим. Я понимаю, что вы многое еще не знаете. Но сейчас мы разбираемся, почему файлы H. Итак. Я вам буду пояснять. Void. Сейчас скажу заранее. Это функция, которая ничего не возвращает. Просто сейчас запомните. Когда мы будем дальше работать с функцией, мы будем. Когда нам не надо, чтобы функция возвращала, мы ставим оператор void. И мы видим my class. Придумали название. Разделение. Дальше разберем. И название. До совмета. Да. Теперь. Смотрите. Здесь нет никакой реализации. Здесь нет никакой реализации. В следующем файле мы что делаем? Мы подключаем файл my class.h. Тот файл, который был написан ранее. И уже у нас идет реализация. Возврат. Возврат вот этой же самой функции. Иными словами, получается, что файлы h мы вбиваем классы, которые хотим использовать много раз. Давайте посмотрим, так ли это на самом деле. И используется ли это в практике. А нам надо именно практика. Если мы зайдем опять в Solidity, то мы видим здесь разные файлы. Но давайте-ка мы сейчас вот что сделаем. Перейдем в Solidity. Сейчас посмотрим библиотечку одну. Так. Сейчас я посмотрю. Я потом найду функции. Вам же интересно, как в функции. Ну, хорошо. Откроем lib солидности. Да? И возьмем интерфейш. Откроем любой файл. Пока не вдаемся в подробности. Пока нам надо только использование самого файла. Что же здесь мы откроем? Сейчас посмотрим. Отлично. Отлично. Откроем файл CompileStack. Cpp. И мы видим, что действительно, lib, solidity, analytic, control, пошли вот этот файл искать. Control, flow, analyzer. Та, h. И вот. Иными словами, люди, когда писали язык, они делали заготовки классов, которые будут использовать. Потом я найду вам функцию, мы посмотрим, как она пишется. Но все это, все в процессе. Сейчас надо запомнить. И я думаю, что вы это запомните. Чуть позже уже будем писать код. Пора. Итак, первое, что еще, что надо из этого занятия было выйти, понять, зачем файлы h. Пока на словах. Файлы h нам в совершении масс. Для того, чтобы туда вбить заготовки, это получается принципиально, как будто как фреймворк. Фреймворк. Иными словами, иными словами, как и везде. Да, как и всех. Теперь еще одно. Скажите, вы мне скажете, что, ой, язык очень, C++ очень сложный, и там все как-то по-другому. Да ни хрена там по-другому нету. Есть своя реализация, но не более того. Открываем солидность. И обращаем внимание сейчас на верх файла. Открываем абсолютно любой файл, который вздумается. И открываем здесь. Что мы видим вверху? Include. Да? Ребят, скажите, пожалуйста, вот я открываю Django сейчас. Практика Django. Открываю файл моделей, допустим, модуль. Смотрите, здесь в Django From DjangoDB. Иными словами, мы достаем из фреймворка Django то, что нам надо. Вот, допустим, From DjangoDB Import Model. Давайте, чтобы долго не ходить, но это ведь банально просто. Django проект. У меня есть на компьютере, там долго рыться, надо больше кликов делать. Django. Вот DB. Вот модуль. Все. Вошла в папку, там пошли работать. Открываем ноды. Открываем ноды GS. Что-то нам надо, чтобы на компьютере не открывать. Вот, getting started. Итак, что мы видим здесь? Const HTTP require. HTTP. Иными словами, мы здесь при помощи ключевого слова require, иными словами, импортируем библиотеку HTTP. А здесь все состоит в модулях, да? Открываем API. И погнали вот все эти модули. Так вот, в C++ все происходит абсолютно так же. Ведь надо откуда-то брать этот язык. Он сам по себе не возникает. Логично, ребят? Просто, правда? То же самое. Только здесь это делается при помощи include. Мы дальше будем разбираться и работать. Иными словами, будет что-то касаться include. Вот, допустим, смотрите. Вот это h-файлы, это те, которые человек написал сам. Но, если зайти в другие библиотеки, просто здесь вот немножко неудачный файл. Ну, давайте самое простое возьмем то, что мы видели на компьютере. Вот. Библиотека Eostream, да? То есть, вот это уже стандартная библиотека ввода-вывода. То есть, это уже хранится. Иными словами, язык C++ имеет, так же, как и другие языки, место, которое называют стандартной библиотекой, где заранее написано определенная куча функций и все прочее. И мы с этим будем знакомиться. Поэтому, когда мы будем дальше соображать, с чем работать, первое, всегда вверху есть импорты. Импорты будут соответствовать совершенно тому, что мы будем делать. Если сейчас нам надо ввод-вывод, да, то мы вот эту библиотеку. С другой стороны, мы могли бы написать сами файл H, да, а потом сделать это через пень-колоду еще через 10 шагов. Вот это сейчас надо тоже запомнить, что все языки, они схожи. Всех импортируется, потому что само по себе ниоткуда не может появиться. и если мы зайдем на сайт Microsoft, скорее всего, я уверен, что Microsoft предложит. Если мы введем что? А введем мы следующее. Опять, мы же не забываем, что мы пойдем с объектов. Просто сейчас я азы вас ознакомлю. Object C++ на наши функции открываем. Давайте посмотрим, чего нам внизу предложат. О, ну я так и говорил, стандарт Libraro. Вот она, это стандартная библиотека. И давайте смотреть. Запоминать надо, но давайте искать то, что мы только что видели. Начинаем пользоваться, учиться документацией. Вот мы видели файли сейчас, чего там знакомого. Давайте хотя бы по буквам пока знакомого искать. Но смысла пока нет, но появится, ребят. Не надо торопиться, на второе задание уже о стрим. Можно поиском воспользоваться, но давайте ручками. Итак, наверно, 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 она должна быть. Буду тупить много, стараюсь не отрываться, чтобы все-таки понимая, что новички, умничать тоже не буду, ребят. Все должны писать. Все. Так, вы то поищите. Давайте попробуем еще один вариант ускорить этот процесс. Изучать будем по ходу. Давайте попробуем ускорить этот процесс. И находим директиву. Да, вот она вывелась. Теперь мы можем точно посмотреть, где она находится, вот она, да, но ничего сложного нет. То есть, давайте понимаем. Объявляют объекты, управляющие чтениями записи в стандартной потоке. Итак, первая директива, которую мы выучили, что если мы хотим чего-то там писать, вводить, выводить, то нам понадобится для C++ сказать слово тупое. Слышишь, кроме майн, ты сейчас, гадина, будешь знать еще одно слово. И если вот так вот теперь ты будешь писать, да. Ну, шутка шутками, на самом деле все действительно здесь банально. Библиотека использует, и далее идут объекты, могут иметь свои методы, то есть, дальше все надо просто почитать. Когда мы будем дальше использовать, уже будет другое. Но сейчас наше дело разобраться все-таки, как подойти к документации и понять, что нам сейчас надо запомнить. С этого момента, что когда мы хотим работать с вводом-выводом, то у нас есть библиотека, то есть C++ все это умеет делать. И как же в других языках абсолютно так же мы тупо все импортируем. Вы знаете, что я сейчас вам расскажу большой секрет офигенный, который не знают многие. Вот вы, многие читают книги, изучают, что там, пыхтят, ну, вот типа так, да. Как делают многие на курсы приходят, а они не понимают, что на курсах что понимают? Они понимают, что пришел новичок, он ни хрена не понимает. А новичок понимает, что ни хрена не понимает. И поэтому, когда он пришел на курс, ему погнали язык сначала до конца. Он недели две изучал, там, как мне парень писал, мы долго-долго изучали типа данных, хотя они изучают там числа, строки, и он пытается в голове вспомнить, говорит, ой, как сложно, ой, как сложно, хотя проще было что сделать? Изучить последовательность, а потом оказывается последовательность, я рассказывал других видео ребятам со школы, имеют одни и те же свойства для списков, для кортежей, и так, то есть одним махом всех зайцев убить. И вот человек дошел до половины и все это позабывал. а потом начинает изучать магические методы и знают, какой магический метод. И нет, да, а как бы их. Да, все проще. Открывайте джанго, да, на самом деле. Открывайте код и говорю, процентов сто, но больше не дашь. Когда вы пошерстите в джанго, магических методов здесь, которые вы найдете, будет штук 20, всего их 147. И эти вот 20 надо знать, потому что они будут использоваться часто. Просто джанго настолько профессионально, да, то же самое относится абсолютно к языку программирования C++. Библиотека здоровая. Так помните, мы о Визоме смотрели, да, там много разных направлений. Но на данном этапе, а вы занимаетесь каким-то направлением, ну надо вам будет знать 15-20 вот этих библиотек. Скажите, это сложно. Ну вот можно даже по солидности мы будем смотреть, да, обращайте внимание, ведь там не так много будет на самом деле ключевых моментов. Но тут все будет связано с тем, чтобы создавать структуры в основном. Это я гадалки не ходи, потому что они новые функции создают. Это же язык. Мы и другие будем смотреть, но будем так. Итак, что принципиально надо было запомнить с этого? Что не надо думать, что пришел, ой, сейчас язык учить, ах, когда же я это все выучу? Ребят, вот эти все вещи, их надо понимать для чего они, вы уже поняли. Второй момент. Надо просто, когда придет время, знать, что эту вещь надо найти и где искать справки, знаете. А использовать вы будете только то, что будете использовать на данный момент. Но будете вы пользоваться малым количеством вот этих вот стандартной библиотеки импортов. Поняли? то есть все совершенно несложно. По сути дела, чем дальше вы пойдете, будут расширяться ваши горизонты, это все станет на места. Сложно? Ну, надеюсь, еще не сбежали. И не сбежите. С этого урока надо было вынести, что сходно у всех языков. Когда мы смотрели с вами Node.js, когда смотрели Python, когда смотрели C++, везде в начале идут импорты. То есть ниоткуда ничего само не берется. Все должно браться откуда. Откуда там, да? От каких-то библиотек, если Django, то с конкретного места, да, мы импортируем. Просто здесь мы берем ключевое слово from, ну и хрен с ним, что там include. А здесь from. Ну что, это трудно запомнить. Но принцип то один и тот же взяли, да импортировали. Значит, что нам надо было узнать правильно, что нам надо было запомнить на данный момент директиву include, что вот это слово говорит C++, что слышишь, ты, давай-ка мне быстро делай, чтобы я мог писать. И давай без этого, без заморочек и без этого. Ну ты понял, в общем, вот так ему скажите, да, главное, напишите правильно. И он все, он все, все, все сделает. Иными словами, запомнили include и библиотеку, все. Дальше май, ну все, все, ребят, вы уже почти программист, а что вы думаете, дальше будет сложнее? Да, я слышал, что дальше будет. Говорят, вы знаете, а указатели, это так сложно. да, да, ну, наше дело дойти до указателя, потому что нам надо разобраться с ссылками в других языках. Придется изучать, но сложного там ничего тоже нет. Наверное, все состоит все-таки из простых вещей. Давайте разбивать на простые вещи. Итак, ребят, код чуть попозже напишем. Что я хотел сказать в этом уроке, я сказал, и так, перечисляем. Первое, импорты. Второе, выяснить, зачем надо файл h, потому что это практически нужно, мы это видим в реальном мире, да, нам книги ни к чему. Хотя я сказал, учитесь на курсах, читайте книги, смотрите видео, все, что вы, может вас обогатить. Я не против, но не дай бог, вы начнете пропускать документацию. Не дай бог, не дай бог вы увидели вот как мы с вами сейчас вот это и не зашли, не нашли, как мы сделали. Пиздец вашему языку. Не будете писать. 200 процентов. 200. Как только пошла документация по боку, все, ваше останется за вами что? Ходить на переполнение стека и слушать таких же, как вы, болванов, и друг другу говорить, о, вот так оно работает. Ребят, ну не проще ли документации научиться? Поэтому ни-ни, ни секунды, только представил, мне лень пойти в документации найти, говори себя, какая же я скотина. если я сегодня пропущу документацию, да я жрать тогда вечером не смогу. Вот так. Пропустил? Оставайся без ужина. Воспитывай себя, потому что, говори себя, потому что я лентяй, мне трудно было тыкнуть. Поняли? Это в пол, это я говорю на полном серьезе. Что вы думаете? Я шучу? Не шучу. Так, джанго закрываем пока. И все закрылось, ладно. Шутка только в том, что здесь у меня такой шутливый тон. Но насчет документации я говорю серьезно. Ну давайте скажу серьезно, чтобы в воспринился серьезно. Ребята, учите добро. Добро учите. Чтоб все было добро. Запомнили. Да? Не запомнили. Тогда скажу по-другому. Ребята, есть два качества работы программиста. Это исходный код и документация. Вы можете прилагать тысячу усилий, применять суперумные формулы там по сто тысяч часов. Вы будете заниматься годами, но вы если вы не будете делать работу программиста, вы не станете программистом. Ну как можно быть программистом, если ты не умеешь делать работу программиста? Я не пойду в документацию, я же там ничего не понимаю. Давайте разбираться вместе. Поэтому действие, которое я показал, оно должно проделываться с любым куском кода. Кстати, ребят, вот это называется система работы с кодом. один болван идет на переполнение стека, а потом, как пишет Икар Снува, рассказывает. Десять минут рассказывает, что такое селф. И что Икар Снува понимает? Что перед ним сидит полный болван, который ни хрена не пишет. Самый, да, прекраснейший сайт, но он для вас может быть чем? Самым большим препятствием. Мы с вами учимся разбираться в языке, ловить рыбу, а не искать готовые ответы. Все, ребят, мне надо уже бежать. На сегодня хватит. Да, я никого обидеть не хотел, если что не так. Ну, кто меня не принимает таким, как я есть, тогда просто закройте урок, ищите умные книги. Кто принимает, значит, давайте будем писать по-нормальному, как пишут нормальные программисты. Спасибо. Понравил, ставьте лайк. Спасибо. Спасибо. Спасибо.